Заниматься надо хотя бы раз или два в неделю, чтобы не терять формы. Хотя бы не преодолевать небольшие дистанции, для того, чтобы поддерживать себя постоянно в тонусе. Подготовка по-любому не обязательно, только на велике есть. Надо с собой заниматься, потому что это тяжело. Это нагрузка на ноги, на организм, на все, это источает. Начинать нас мало, потому что не переусердствовать сразу на самом начале. Хотя бы там, я не знаю, посмотреть 5-10 километров, если ты сможешь, то тебе легко, нормально, ты себя чувствуешь хорошо, можно постепенно добавлять. Вода обязательно, стабильно, регулярно надо вода. Надо с собой брать и по возможности где-то покупать брать, потому что вода сильно, особенно в жаркий период, это очень много воды надо. Еда надо обязательно, хотя бы попитываться, хотя бы небольшими перекусами на определенной дистанции. Проехать там 10-20 километров, ну, если большие дистанции. Видишь, перекусил, поехал дальше, чтобы потом не было источения организма, что ты потом доезжаешь, и ты уже назад не можешь ехать, у тебя силы заканчиваются. Обязательно экипировка, потому что сейчас случаев много, велосипедистов страдает много, ну, сбивает ДТП и так далее. Шлем, он не спасет тебя там от травм, но он тебя убережет от сотрясений и так далее. Обезопасить себя как можно по максимуму, там, очки, там, шлем, разные отражатели, там, жилеты. В ночное время по-любому должно быть фонарики. Если вы собираетесь кататься там по городу, ну, вам лучше такое взять, ну, обычный велосипед, что-то так, но недалеко. Если вы собираетесь большие дистанции, ну, есть шоссейные велосипеды, они для дальних дистанций, ну, шикарно вообще. Ну, учитывая наши дороги, вот этот велик вообще. Сама шиповка, ну, отлично, потому что, учитывая, что тонкие колеса, ну, шоссейные, они сильно-сильно узкие, попадание даже в ту ямку, это тебя может просто унести в дороге или нет. Это держатся, ну, более стойкие колеса, ну, попадание, там, даже камушки, там, ямки, бугры, там, ну, более, ну, ты устойчиво можешь держаться на взрыве.